Добрый день! Рада видеть вас на своем канале. Я еще в Швеции, еще в Стокгольме. И продолжаем. Сейчас раннее утро. Я еще нахожусь в Стокгольме. И мы приехали с сестрой по делам. Она пошла проверить свое женское здоровье после родов. Пока она у врача, верно я не у врача, а здесь они ходят, как я поняла, в детстве, барбушка, барбушка, как называется. Я гуляю с малышкой. Маленького мы отвели в детский сад рано сегодня. Как всегда проспали. Это у моей сестры, как здравствуйте. Постоянно опаздывают, постоянно просыпают. На 27 мы встали по 8. Быстро отвели мальчонку в детский сад. В этом году лето в Швеции. Очень жарко, вот Марина говорит. Но вот в 8 утра уже было 26 градусов. Немножко ветер, и малышка капризничает. Приходится ее или на балкон уносить, чтобы она немножко на воздухе была. Или же выходить на улицу и гулять с ней. Уже некоторое время я нахожусь в Швеции, и она мне все не перестает удивлять. Вот, например, сегодня мою футболку я одела шеворот-на-выворот. Пошла в детский сад, отвела племянника, вернулась назад. Со мной все это время была сестра, и только в лифте уже дома. Она мне говорит, а что ты одела? Говорит, майку шеворот-на-выворот. Я говорю, что она мне сказать не могла? Она говорит, я только сейчас заметила. Вот, и люди, которые были в детском саду, воспитатели, там была ректорша детских садов. Никто мне ничего не сказал. А потом я узнала, что они не скажут, даже если будете грязно-чумазы, пока вы сами не увидите. Это чтобы не обидеть человека, вдруг я обиделась бы все. А то, что, скажете, как сестра, могла не заметить. Не могла, если они меня, где мы ехали из Греции, и они мне в Северной Македонии забыли. А ведь машине мы ехали с ней рядом на заднем сидении, и она не заметила, что меня нет. Только мой племянник, когда они поехали уже, увидел, что меня нет. Алина, а зять ему говорит, что там? С Еленой, Елена, Елена. И Марина начала паниковать. Ай, Миша, Елена, нет. И они развернулись. И приехали за мной обратно. Это было на автозаправке. Ну вот, поэтому, чтобы не обидеть человека, что я грязная. Или майка, вот футболка у меня была шевертная. Ну ничего. И не такие были холода, да? Конечно, после Москвы, после Сербии, люди, посмотришь, никуда не спешат. Всё так спокойно. Мне кажется, даже автомобили у них едут не спеша. Да, и автомобили, вот многие гибриды, которые заряжаются от батареи, так скажем, от розетки, очень бесшумные некоторые мопеды. Очень интересно. И вот мы гулять ходим, когда к морю. Вообще люди так медленно двигаются, никуда не торопятся. А если говорить ещё о людях, то у них здесь в основном кожа у них светлая, светлые волосы, голубые глаза. Такие вот интересно, специфичные люди. И поэтому цвет волос, цвет кожи определяются тем, что в стране очень мало солнца. Да, северная всё-таки страна. Поэтому недаром, что Швеция, по-моему, на втором месте по суициду, по суицидальным наклонностям и количеством маньяков. Солнца нет, гормоны счастья, так скажем, не попадают, да. У них начинается депрессия, и отсюда все вот их проблемы. Вот. Вышли мы из центра. Идём на автобусную остановку. Там нужно нам ещё по делам заехать с родинами. Какой автобус выехали? 471. 471. А где я? Разве тут он? Вот, да, 471. Я не вижу вообще. А, всё, всё увидела. Всё в порядке, всё хорошо. А, в автобус я буду выходить в среднюю дверь, да, с коляской? Потому что бесплатно. А, Марина? Ха-ха, лох поедет за билетом. Вот. Очень много красивых домов с деревьями. Что это такое? Груша, каштаны, что ли? Мне кажется, будет непонятно. Да? Груша. Да, но они все рядом с дорогой. Красиво. Почтовый ящик, пожалуйста. Некоторые сдают свои дома. Сдают территорию на ту сторону. А тут в основном шведы, да, живут в таких домах? Ой, лялька наша. Хорошо, что вот много зелёных у них зелёного всего дома. Мушнула, может быть, тоже. Да, скорее всего. Вот. Ну, что нужно экологию у неё? Да, я знаю. Вот ещё дом там проглядывается. И тут уже не видно, тут деревья, кусты. Сейчас, может быть, пройдёмся. Почелька. Ну, по-моему, такие дома большие. Наверное, семьи большие. По всеми семьям мы живём. Семьи, наверное, вовремя. Мне Марина бы, если бы не сказала, что действительно отсутствие чего-то, ты сказала, ворот? Ворот, но они пока не открыты. Открыты, да. И отсутствие штор. Это вот так же лучше, я думаю, что, да. А если закруто всё, не сто замков, фонари, шторы, то это какой-то иностранец. Уже, по-моему, привычки это есть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ещё в этом году в Швеции жаркое лето. Вот показывает, сколько. 34 градуса. Очень жарко. Не спасает ни вентилятор. А как я говорила, в Швеции кондиционер нет, потому что считается, что в Швеции не жарко. Вот такая вот погода у нас в Швеции сейчас. А этот цветочек мне подарила Марина свекровь на дне рождения. Когда приходила к Марине в гости, в тот день, когда мне было дне рождения, вот такой цветочек она мне подарила. Хотела вам ещё рассказать про воду. Вот когда мы ходим гулять с сестрой, прогуливаем ребёночка или ребятишек, мы заходим в магазин, берём вот такую воду. Банако. Есть она лимон и лайм. Есть груша. И есть овощи с яблоками, с грушей, по-моему. Очень вкусная вода. Во-первых, она без сахара. Она не много калорийная. На первом месте мне нравится вообще вот банако с ягодами. Если мы посмотрим, там сколько всего? 10 калорий. 10 калорий всего. Очень вкусная вода. Дальше идёт груша. Мне нравится. И потом уже лимон. И очень освежает, когда особенно солнечные дни. Опять же потом, вот эти бутылочки, можно сдать 1 крону. Так что, если будете в Швеции или где-то в Европе, увидите, обязательно попробуйте. Очень вкусно.